Здесь сухая веточка, раз, она ожила и поползла. Палочники бывают разного формы тела, в зависимости от того, где они обитают. В руках у сотрудника зоопарка живая диковина родом из Австралии. Под теплой лампой с температурой 26-28 градусов они прекрасно перезимуют и даже размножатся. Питаются эти великаны листьями самарских деревьев и кустарников. А это африканские бронзовки. Родственники наших зеленых жучков, которые едят ягоды малины и очень любят майскую сирень. Также любят покушать либо сладкие упавшие ягоды. Вот когда мы здесь, можно понаблюдать, тогда только свежий апельсин, банан, полос, яблоко. Сразу начинает под ним, как будто он шевелится. Апельсин или банан. То есть бронзовки сразу начинают подниматься кверху и есть сочные фрукты. Ну да. А мы будем из личинок этих бронзовок выводить? Или мы их? А там уже есть. В новом отделе Самарского зоопарка теперь есть и хищные пауки со скорпионами, которые питаются мелкими грызунами и ящерицами. Инсектарий – это витрина с подсветкой, в которой живут эти экзотические насекомые. Так как беспозвоночных животных больше всего на нашей планете, сотрудники решили на примере некоторых представителей рассказать об их особенностях. Они когда стареют, у них плавки отваливаются, становятся совсем такие беспомощные. Зоопарк является организацией, в которой осуществляется научная и просветительская деятельность. И мы решили сделать этот отдел, отделчик небольшой, 20 видов беспозвоночных, и проводить на этом представленном материале экскурсии, рассказывая о том, что эти животные тоже могут быть редкими, тоже заслуживают права на жизнь, и что они не менее интересны, чем другие виды, представленные в нашем зоопарке. Марина Баркова, Сергей Костин, Новости губернии.